Приветствую вас, дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Кутепов Денис, я врач-хирург высшей категории, стаж работы 10 лет. И это очередной выпуск рубрики под названием «Консультация хирурга», где я отвечаю на различные интересные вопросы по теме медицины и здоровья. И мы переходим к первому вопросу, который у нас сегодня на повестке дня. «Здравствуйте, доктор! У меня повышен плохой холестерин. Как мне проверить сосуды?» И уточняет, что ей интересно проверить сосуды именно нижних конечностей. Ну, судя по тому, что у вас плохой холестерин, вас, наверное, интересуют не все сосуды, а, скорее всего, артерии. Потому что часто, когда приходят к доктору и ко мне в том числе на прием, просят некоторые прям с порога «Дайте мне направление на УЗИ сосудов». Спрашиваешь «Каких сосудов? Не знаю, а что, они разные бывают?» Ну, типа, вы доктор, вы должны знать. Ну, так прежде чем требовать УЗИ сосудов от доктора, вы сначала расскажите ему свои жалобы, расскажите ему свой анамнез, и только потом доктор уже сам решит, на какое обследование вас направить. Нельзя никогда заходить с порога и требовать направления на что-то. То есть, направляет доктор, когда ему требуется дополнительное обследование. Ну, это так, лирическое отступление. Теперь, конкретно и по существу, по поводу артерий нижних конечностей, как проверить их состояние, есть ли атеросклероз, то есть, бляшки в артериях. Пойдем от простого к сложному. Самый простой метод – это, конечно же, самодиагностика, то есть, вообще без посещения врача. Во-первых, смотрим на ноги. И если мы не видим никаких признаков атеросклероза, которые я сейчас перечислю, значит, все нормально. Если видим, значит, идем дальше. Значит, визуальные признаки атеросклероза артерий нижних конечностей. Первое – это атрофия кожи. Кожа истончена, она может шелушиться, может быть пигментация на ней, коричневатого, например, цвета. Волосяной покров скудный, то есть, отмечается как бы облысение ног. Даже у тех, у кого изначально был выражен волосяной покров. Изменяются ногтевые пластины на пальцах ног, то есть, пожелтение, утолщение ногтевых пластин, и они становятся такие как бы грубые, выпуклые и очень часто поражаются грибком. На ощупь ноги прохладные могут быть, но это уже в выраженных стадиях атеросклероза. В начальных и в не очень выраженных, в принципе, температура ног остается более-менее нормальной. Ну и, конечно же, жалобы, предшествующие проверке, так сказать, ног на атеросклероз. То есть, это зябкость ног, а не менее ног, боли при ходьбе и в покое даже уже в выраженных стадиях. В общем, такая самодиагностика. Далее мы проверяем пульс. Да, это можно сделать самостоятельно, проверить пульс в основных точках на ногах, где он проверяется врачом при подозрении на атеросклероз. В видео, в котором я подробно объясняю и показываю наглядно, как проверить пульс на ногах, вот оно, пожалуйста. Это видео, посмотрите, слава богу, я его уже снял давным-давно. Идем дальше. Следующий этап, это, конечно же, УЗИ артерий. УЗДС называется. Более правильно, ультразвуковая доплероскопия. Или УЗДГ доплерографии. То есть, это обычные УЗИ артерий. Делают его не каждый УЗИст, так сказать. Делают его УЗИсты, которые специально обучены. И для этого нужен особый датчик сосудистый. Самая малоинвазивная процедура. Обычное УЗИ, я думаю, что все знают, что такое УЗИ. То же самое УЗИ, только УЗИ артерий. Это уже более точный метод обследования, но все-таки недостаточно точный, вернее сказать, не настолько точный, как артериография. Это уже более точный, так сказать, максимально точный метод обследования, но уже инвазивный. Потому что здесь уже в сосудистое русло вводится контрастное вещество. То есть, артерии прокрашиваются контрастным веществом и делаются снимки. Либо рентгеновские снимки, либо КТ-снимки. И уже на этом методе обследования вам дается картинка, где все ваши артерии как на ладони. Со всеми их сужениями и бляшками. Это уже максимально точный метод обследования. Но его как скрининг не делают. То есть, его делают уже, как правило, в хирургических сосудистых отделениях, как правило, перед операцией, когда решается вопрос об объеме операции. На этапе поликлиники и даже общихирургического отделения такой метод исследования не делается. Ну что ж, надеюсь, я ответил на ваш вопрос, как проверить артерии нижних конечностей при подозрении на атеросклероз. Переходим к следующему вопросу. Ну а следующий вопрос максимально наивный такой и простой. Но думаю, что многие этим вопросом задаются, несмотря на его простоту. Следующий вопрос звучит, как долго заживают раны? Максимально простой вопрос, да. Казалось бы, но если так же просто отвечать, я отвечу, что ориентировочно 7 дней заживает ушитая послеоперационная рана. В данном случае, кстати, спрашивают именно про послеоперационную рану, я так понял. Так вот, послеоперационная ушитая рана кожа заживает через 7 дней. Ну, как вы понимаете, каждый организм индивидуален. Это первое. Течение послеоперационного периода у всех разное, это второе. У одного человека может протекать все гладко. У другого человека может произойти воспаление послеоперационной раны, серозное, например. У третьего человека может произойти нагноение вообще послеоперационной раны. Также это зависит от свойств организма, от регенеративных способностей организма, то есть способностей к восстановлению. У некоторых быстрая регенерация. И за 3 дня все заживает настолько, что можно швы снимать через 3 дня. У других же и 10, и 12 дней может заживать обычная рана без всяких осложнений. Также это зависит от тяжести заболевания, по поводу которого была операция. То есть чем тяжелее заболевание, чем тяжелее состояние пациента, естественно, его защитные и регенеративные способности снижены. Это зависит от объема операции. Это зависит от длительности операции. Чем длиннее операция, тем сложнее потом ранее заживать. Потому что она дольше была в открытом состоянии. И это очень заметно влияет на ее заживление. Поэтому, казалось бы, простой вопрос, да, и простой ответ, но очень много нюансов, дорогие друзья. Следующий вопрос к видео про анальные трещины. А именно лечение анальных трещин. Доктор, нужно ли при анальной трещине принимать венотоники? Напомню, что венотоники это препараты, тонизирующие вены. Как это бы не звучало, естественно. Назначаются они в основном при варикозной болезни нижних конечностей. То есть это препараты диасминогисперидина. То есть детролекс, флебодия, ну и прочие аналоги. Венарус тоже популярное лекарство. Так вот, эти венотоники, которые предназначены, так сказать, для лечения варикоза, являются основным средством лечения геморроя. Кто давно на канале, думаю, уже это слышал от меня, возможно, неоднократно. И вопрос здесь, нужны ли эти венотоники при анальной трещине? Раз они применяются для лечения геморроя, значит, закономерно у человека возникает вопрос, что анальная трещина где-то рядышком с геморроем. Но она рядышком только территориально, так сказать, в области ануса. И то, и то, как вы понимаете. А патогенез, причина и механизм возникновения анальной трещины, конечно, совершенно другой. Не такой, как у геморроя. И, в принципе, если это анальная трещина в чистом виде, венотоники не требуются для ее лечения. Как лечить ее, я рассказал в этом видео, кому интересно, посмотрите. И венотоники для лечения чистой в том плане, что нет сопутствующей патологии в виде геморроя. Но частенько бывает, что у человека не одна только анальная трещина, а есть и сопутствующий геморрой. И в таком случае, конечно же, венотоники нужны, как средство лечения геморроя. И что тут, в общем-то, может быть непонятно. А непонятно то, есть ли он у вас или нет, сопутствующий этот самый геморрой. Проверить точно вы можете только при обследовании ректором аноскопия. Ну, или хотя бы аноскопия. Но это довольно-таки неприятный, мягко говоря, метод обследования. И не каждый захочет идти и отдавать свою драгоценную попу на это обследование. И если вы сомневаетесь, есть ли у вас сопутствующий геморрой или нет, лучше считать, что он есть. И принимать все-таки эти самые венотоники, которые не нужны для лечения анальной трещины. Конечно же, тут можно возразить, что они стоят денег. Ну да, денег стоит. Здесь я с вами согласен. Если у вас есть вопросы по поводу безопасности, типа, зачем просто так, ну, как бы наобум применять Детералекс, Венарус, то есть венотоники, дескать, не показано же и лишнюю химию, лишние таблетки пить. Здесь я вам отвечу, что эти таблетки абсолютно безопасны. Их можно пить хоть пожизненно. Пожалуйста, ничего страшного не будет, даже если вы просто так пропьете венотоник, если у вас нет геморроя. Просто, так сказать, с целью перестраховаться. Вот эти таблетки можно пить спокойно с целью перестраховаться. Хуже от них точно не будет. Максимум вы можете, так сказать, рискуете просто впустую потратить деньги. Ну а если вы хотите уже точно знать, что вам нужно или не нужно, для этого нужно точно поставить диагноз. И здесь уже без посещения врача и без надлежащего обследования, о котором я сказал, не обойтись. Следующий комментарий к видео про понос. Как лечить понос. И это не первый комментарий. Я встречал уже много таких людей, которые пишут, не слушайте его. Отруби это глютен. Глупости он говорит и все такое. Ну там я просто рекомендую отруби. И не только в этом видео я их рекомендую. Очень полезный, хороший продукт. Рекомендую включить его всем в, так сказать, повседневный рацион. Хотя бы в небольшом количестве. Так вот, по поводу глютена. Очень много людей, которые думают, что глютен это нечто страшное. Что сейчас вот выпускаются даже продукты. И в основном на всех продуктах написано не содержит глютен. Дескать, глютен это что-то страшное. И его нужно избегать всеми возможными способами. У меня есть знакомые, которые посадили своих маленьких детей на безглютеновую диету просто так. То есть, представляете, дети спокойно себе жили, кушали. И тут родители взяли и их посадили на безглютеновую диету. Для чего? Непонятно. Просто возникают какие-то у людей стереотипы по поводу, не знаю, какие-то лишние загоны суперфанатичные по поводу правильного питания. Я всегда радею, так сказать, за правильное питание. Но это не должно быть настолько фанатично. Как говорится, горе от ума просто получается. Вот и все. Глютен вреден только тем людям, которые не переносят глютен. У них генетически глютеновая непереносимость. Вот и все. Если у вас нет глютеновой непереносимости, не нужно ограничивать себя и бояться этого самого глютена. Для большинства людей он никоим образом не вреден. Ну, на этом на сегодня хватит. Как показывает практика, длинные видео вас утомляют. Поэтому буду стараться снимать покороче, но почаще. Всем здоровья, до новых встреч, пока-пока.